Чуть-чуть если назад, то мы тоже встанем на... Бордюр или поребрик? Я встану на поручку, закрой поребрик. Усадебный конец Остоженки начинается со стилизации усадебного дома. Ну, разумеется, да, это был еще частный дом, но уже в начале 20-го столетия. Если внимательно присмотреться, то можно понять, что это нео-классистическое произведение. Особняк Абрикосовский. И вот если бы мы действительно шли в Остоженке от начала, то стилизация Серебряного века была как бы таким, да, своего права, завершением этой линии темы. Но получается опять, что мы идем с другого конца. Начинаем вот с такого чудесного стилизованного особняка. Обычно мы идем по той стороне, но здесь нет зебры. Если бы мы шли по той стороне, мы бы увидели рельефы замечательные. Не все удается расшифровать, но вот там на боковом фасаде явно, явно прям царь Трои выпрашивает тело Гектору Ахилла. Такой узнаваемый сюжет вот там со стороны переулка. Ну, а все годы на нашей памяти здесь кто-то жил, и явно дом был в хорошем состоянии. При этом было ощущение, что он частный. И, наконец, спустя время появилась мемориальная доска. Оказалось, что здесь жил разведчик Тим Филбин. Вот. Это... Да, я не ошибаюсь. Вот. То есть здесь жил секретный человек, которому теперь установлена мемориальная доска.